Обращаем внимание. Просьба о репосте, эмоциональный тон, детские голоса на фоне, если это аудио-видео-запись. Это типа цепляет? Да, это создает ощущение реальности и благополучия того, кто слушает. Если вы ловили, например, какие-то фейки или вам присылали в WhatsApp голосовые, там часто монтажом наложены вот эти детские голоса с детской площадки. И это прямо склейка видна, если разбирать этот фейк медленно. Я родитель, я все знаю, я опытный человек. Там чаще всего какая-нибудь женщина или мужчина очень эмоционально, тревожным голосом рассказывает страшную историю, как кто-то заболел ковидом в каком-нибудь районе. Напряженно идет подача информации и при этом слышно ощущение реальности. Либо разговоры, например, каких-то женщин на фоне. Как будто это в поликлинике. На самом деле, чаще всего он читает по бумажке, а происходит в этот момент монтаж. Сейчас мы сталкиваемся часто с фейками от сатирического издания «Панорама». Да, но они... Это издание, которое, собственно... Они пишут у себя внизу, что это мы сатирическое издание, что мы пошутили. Но когда эта информация распространяется, уже никто не дописывает, что это было с сатирическим изданием «Панорама» распространено. Например, про потерю этих видеозаписей из космоса. Что фильм снимали, кто-то на какую-то флешку не скачал, и все, конечно, потеряли. Кто не поверит в то, что у нас это могло в России произойти? Все поверят. А обычный сценарий работы это направить жалобы в саму социальную сеть на этот фейк, чтобы они предприняли какие-то меры. Если они этого не сделают, то дальше мы либо в Роскомнадзор обращаемся, либо уже в МВД, если это какие-то там преступные действия. Вы обращаетесь как? Ну, есть ли у вас, грубо говоря, что вы можете позвонить человеку конкретному, который работает с вашим, с Лигой и с фондом, и сказать, вот, пожалуйста, милый дорогой, проверь? Ну, это такое достаточно устойчиво популярное мнение, что можно что-то сделать по звонку, но на самом деле всегда нужно написать письмо, написать обращение, потому что без этого процесс не пойдет. Ну, а вы соединяете, вы пишете письмо, а дальше звоните. Ну, так быстрее, наверное. Бывает и так. У нас довольно плотное взаимодействие с рядом правоохранительных органов мы не скрываем. Это, в общем-то, это нормальная история, потому что есть ситуации, когда определенную информацию нужно оперативно блокировать, чтобы информация дальше не шла. А это связываетесь вы с этим человеком? Или кто? По-разному бывает. А это кто-то конкретный? Нет, это не кто-то конкретный, разные могут быть люди. Вы побороли там фейк из одного издания, но я беру и выкладываю его на следующий день в другом издании. Ну, как бы, как его можно побороть окончательно? Это же интернет. Ну, на самом деле, с фейками вопрос достаточно глубокий. Основная проблема, почему они появляются, это вакуум информации, отсутствие у людей информации на ту или иную тему. То есть они что-то не знают, они недополучают информацию, в том числе в соцсетях, потому что понятно, что там, может быть, на телевидении какое-то разъяснение ведется. А конкретно вот в тех сообществах, в группах, где они состоят или на которые они подписаны, там этой информации нет. И они начинают сами придумывать, выдумывать и распространять. То есть это, конечно, говорит о том, что нет определенной информационной открытости, нет разговора, нет объяснений, либо объяснения идут достаточно противоречивые.